собственно и вот следующая серия продолжим прохождение дождался я утра чтобы не бегать в потемках и побежим в лабораторию tx8 и и и и и и и и это в этом здании здесь было просто куча зомбей но я их всех убил и активировал электроэнергию в лифте Ye и и И вот, собственно, я в лаборатории. Ну, единственное, конечно, что... Сейчас, одну секунду. Проверю место. В принципе, места хватит. Продолжение следует... Лаборатория здесь, скажу я вам, из приятных людей. Вот и бюреры, и утрегейсты. Поэтому основное время я буду проводить... В присядку. Сидеть. Чтобы он меня не слышал. Иначе он начнет меня упасить всякими предметами. Первым делом пойду направо. Сидеть. 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 Как так? Меня ж не видно. А он умудряется у меня силу вытаслить. Дыры, если честно, вообще охренели, от стыни шевелюсь. Здесь аномалия и стыня, которая никуда не ведет. Ладно, схожу пока туда. Дыры, если честно. Где-то меня видят, но это, скорее всего, полтора есть. Дыры, если честно. Вот это зло. Ребенка слышите? Это не простой ребенок. Ребенка слышите? 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 Продолжение следует... 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 Так, ладно, я хожу под угол, а мне нужно сюда наверх. Здесь больше всего мешает полторы места, я вот не помню где он находится. Так, ладно, 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 ладно. Продолжение следует... 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 так мы здесь справились теперь собственно два прохода один через эту аномалию второй через через нет быстрый спуск а 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 Ладно, попробуем загрузиться. Продолжение следует... Блин. Продолжение следует... 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 Здесь у нас нету никого Здесь тоже никого нет Остается только вариант С лифтом Кагеты здесь Как там в опциях загрузка быстрая Где у тебя? Это ощущение, что я близко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чёрт... Продолжение следует... 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 Детский садик Вижу одного человека На меня воздействуют с атакой Ничего страшного Детский садик Допустим полтергейста мы убили Детский садик 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 Слышу, слышу. Лейтенант Роговец, спасибо, что меня спас. Как ты здесь поощрился? Мало что помню. Ладно. Лейтенант Роговец, спасибо. А, еще. Гарик пішов на станцию Янів, поповнити запаси. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. То что, ты где был? Не поверишь? У холодильнику. Вот такой. Нет, я такого еще не слышу. Это же нужно в холодильнику. Черт. 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 нас вот так вот узел и и спасал его без поворот не утраты снайдерку возьму на гранаты на оба еще так повернуть я дитка лысого сил бы до вертолета сожалению слишком мало у меня все уже 12 кустарных батарей этого крайне мало на битву нету снайперского оружия крутого здоров я смотрю лейтенант цикл у меня наберет поторговать попробую палец и кофе ты это ты это чет я улегся у нас штабни накачивали, неме, мовляв, нічого гіршого за сталкерів, ага, а самі? як звідси поглянеш, так де які штабни суки ще й мутанці обскачуть 13 000 на вернути б зараз гречки рассыпчатые, та с тушеночкою, с цебулькою нет, у нього нету денег херово за собою тутове щас теже треба воно, пройду за источником сигнала воно, пройду майор якщо тобі не важко сховай зброю майор 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok На своїх двох Добавил DimaTorzok 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 И, собственно, после этого вызывать вертолет, иначе после следующего же выброса поменяется расположение аномалий. Стрелок, что ты видел в сарпа... в сарпа... в саркафаге, вот. Там все не настоящее, монолит, исполнительные желания, это все обман. В общем, ладно, все так далее. Не знаю, что за этим стоит. Мы отслеживаем радиосигнал. Он связывался со сталкером. Какой-то измажались военные от поводыря. Кто такой поводырь? Какой ты хочешь отправить информацию в правительство? Кто такой поводит? Выход, схоже, минув. Лейтенанты, взъезжайся из центра. Слушаюсь. Центр на звязку. Ковальский, чего не было звязку? Викид, товарищу генерал, в этот час звязок неможливый. Ясно. Гаразд, слушай. Операцию Фарватор берет под свой контроль СБУ. Майор Дегтярев, поруч? Да. Теперь он у вас главный. Нехай ждет, и с ним зараз вернется его ковендование. Ясно. 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 Допомогатиме. Доповядайте поточную ситуацию. Наразі вдалося отримати документи щодо экспериментів на території зони. Окрім того, до нас прийшов сталкер, який побував на ЧАЕС. Прізвисько Стрілець. Він готовий до співпраці. Зрозумів. На співробітництво погоджуйтеся. Є інформація про причини падения гелікоптерів? Є. Я вже отримав достовірні дані. Відомості від Стрілеця лише підтверджують їх. Гелікоптери були вражені аномаліями, розташування яких змінилося під час викиду. Це явище не було враховано, коли готували мапи. Через те, де Санти загинув. Тепер врагуємо. Значить, маємо час до наступного викиду. Вас зі сталкером підберуть на ТОЦІ Б-28. Групу СКАД буде евакуювано із вами. Гелікоптери вже піднімаються в повітря. Відень зв'язку. Слухай мій наказ. Дорогою триматися компактною групою. Сталкера стерегти як зіницю ока. Питання є? Ну і чудово. Готуємося до відправки. Майорі, можна тебе на пару слив? Меніопатронів мало би. Що ж би за ізберіки такі? Можем не втащить. Пути отсюда невозможно. Наші так. Якщо йдеться... Якщо говориться про зону... то наиболее... ...опытно здесь стоять. Со Стрелком. Короче... ...на точку эвакуации. Там нас должен ждать на відоліт. Загин! Рушай ему! Командири, зомбовані! Ось маєш! Увага, противник! Увага! Противник! Аптечками зажирайтеся і вон пошлите. Ось маєш! Там у будівлі біля десятка зомбованих. Ось маєш! Рухаємося вліво! Прикерювайте вони на одного! Ось маєш! Славіло! Валей! Валей! Ось маєш! Валей! Рупин, вели! Всі виснула! Валей! Валей! а некий зомбованный ночью мы тут треба рука ты же он дырной что ли а а а а а а а ы а а а а Чёрт. Наши вода заводили. Не уберёг. Ну що, рушили далі? Усім бути на погодові. Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Пішли! 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 Що воно було? Не зупиняйся, бігом! Воно тут! Біжимо! Що? Вшиваємося! Товаришо майор, ми під сильним вогнем! Визначити противника не можемо! Довго не протримаємося! Чёрт! Сподолітівці! Довго роду! Товаришо майор ух suggestedі деягає. 年前ை. Продолжение следует... 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 Лидер загону, известный под названием Бродяга. Старший лейтенант Соколов продолжил летать над территорией зоны и был убитый найманцем над Лиманском. За два недели его вцелил его, хоть что дивом, бля кордона подбирал патруль. Невдовзи Соколов освободился из ВПС и перейшел к цивильной авиации. Продолжение следует... Подолавши алкогольную залежность, он перебрався на Янів, де спільно з Азотом організував майстерню за ремонту будь-чого. У вільний від роботи час обидва техніки завзято конструюють засіг пересування, пристосований для экстремальных умов зони. Стрілець передав керівництво СБУ, здобуті на станції Дані. Ця информация подштовхнула уряд до створения Науково-дослідного института Чорнобильской аномальной зоны. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам Стрілець. Командир групи СКАД, полковник Ковальський, лишився там, де і переважна частина його загону. Тіла поглинула зона. І тепер усе, що нагадує про цих людей, облямовані чорною стрічкою фотографії на почесному стенді спецмузею. Дякую за перегляд! Грубо говаря... Грубо говаря... Концовка должна була була бути ненашко другою. Я ненашко не успел там, не подрасчитав, Но дело в том, что можно было вернуться на Янов или кого там, на Юпитер. И, собственно, сделать себе либо СВД-ку, либо винторез. Улучшенный, вместе с определителем прокрасным. И тогда, собственно, намного проще было бы в этой чёрной суматухе убивать монолитовцев в конце. И я бы смог бы спасти большую часть своего отряда. Так как я играл, собственно, на видюшку, чтобы быстренько закончить и забыть, снять и выложить, допустим. То в следующий раз, там, где я сохранился, может, кто смотрел там, через одно видео до этой, я рассказывал, что потом я поиграю в своё удовольствие, Поразведываю Припять, положу здесь везде, посмотрю, где здесь артефакты вкусные есть. Продам их, понахожу, продаю, сделаю себе СВД-ку, возможно, даже экзоскелет улучшу до максимума, чтобы можно было в нём бегать. Вот, и уже с СВД-кой, либо с винторезом, скорее всего, с винторезом. Хоть я СВД лучше оптика, но я всё-таки, наверное, выберусь винторез с определителем противников. Либо возьму ещё, найду себе одну винтовку тоже с определителем, скорее всего, только с ними буду ходить, потому что то оружие, которое у меня сейчас, оно не подходит для этой миссии вообще никак, потому что, как видно, было всё темно, ни хрена не видно, а с определителем было бы очень даже ничего. Можно было бы даже стрелять тупо вслепую, чисто по квадратикам. Ну, в принципе, на этом всё, прохождение Родина. Как-никак я прошёл всё-таки игру. Пускай Припять я, конечно, слишком плохо прошёл, много потерь, не нашёл, значит, того чувака, который с нами должен... который проходил с нами до... по туннелю с пулемётом Зула или как это так, и слишком многих потерял в последней миссии. То есть, в принципе, вообще не должен был никого терять, как я делал в туннеле. Сохраняться, переигрывать и так далее. Ладно, на этом всё. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо.